Знаете, чем отличаются малазийцы от других азиатских народов? Дружелюбием. Здесь принято идти по улице, пожелать хорошего дня и даже улыбнуться обычному незнакомому человеку. Эй, дядечка, хорошего урожая. А еще они очень трудолюбивый народ. В этой стране очень мало праздников. И отпуск официально составляет две недели в год. Так что мне сегодня нужно потрудиться на славу, чтобы не показаться украинским лобберем. Долго работу искать не пришлось. Эй, пацанчик, рули сюда. Здрасте. Очень приятно, я ваш сотрудник. Веселого деда работодателя звали Джафри. Босс, ну скажите, где я сегодня буду трудиться? Мы с тобой отправимся в царство мертвых. О, как интересно. Ну пойдемте. Босс нагрузил меня бамбуковыми палками и мы тронулись в путь. Полчаса по горам и вот мы у входа в зловещую пещеру. Итак, мне предстояло работать здесь. Но кем? Босс, мне страшно. Как сказал мне босс, в этой пещере водятся змеи, опасные пауки, скорпионы. Короче, все, что я люблю. Под ноги светите, пожалуйста. Всякое может быть. Внезапно Джафри начал молиться. Мы вначале должны провести ритуал, чтобы уважить захороненных здесь людей, которые умерли 20 тысяч лет назад. Древние люди. Значит, Джафри не шутил. Мой офис сегодня – пещерное кладбище. Чтобы задобрить духов мертвецов, их нужно было угостить печенькой. Такой вот обряд. Ну что, ритуал мы провели. Босс, начнем работать. О, корзинку? Конечно. Спасибо. Босс, нас дети смотрят. Тут Джафри наконец поведал мне суть работы. Ты будешь собирать гнезда стрижей. Гнезда? Это на кой черт? Ты дурак, что ли? Гнезда стрижей – самый дорогой деликатес в мире. Тут я опешил. Знаете, сколько стоит килограмм гнезд? Три тысячи долларов! А что ты хотел? В Малайзии и Китае суп из гнезда – элитное блюдо. Как черная икра, только дороже. Местные называют гнезда стрижей белым золотом. Еще бы! На птичьих домиках можно сколотить нехилое состояние. Но не все так просто. Во-первых, не все стрижи плетут гнезда, которые годятся в пищу. Во-вторых, в килограмме в среднем 140 гнезд. Чтобы собрать столько, нужно облазить не один десяток пещер. Чтобы добраться до потолка, где находились заветные гнезда, нужно было установить бамбуковые леса. Сейчас мы поставили так называемую нашу лестницу и сделаем для нее упор. Вот таким вот нехитрым способом. Перевязывайте, босс. Походу, без страховки работать будем. А, ну, хотя что без страховки? Мы же обряд провели. Босс, вы там, смотрите, нормально привязывайте, чтобы потом нам с вами обряды не проводили, печеньку к нам не клали. Когда лес готов, гнезда начинают сбивать бамбуковой палкой со свечой. Так, ну все, держите, я полез, потом под... Подобить его. Готов? Да, готов, говорит. Насчет готов я погорячился. Стоило мне залезть наверх, как опора начала трещать. Я понял, что падаю. Чуваки, нахуй, я слажу, б**ть, она хрустит, б**ть. Кажется, Андрюха немного нервничает. Но с кем не бывает. А мы посмотрим, что там у Русика. Дорогу на мою работу можно было назвать экскурсией по историческим местам Малайзии. Кстати, интересный факт, что именно в Кучинге жил и работал Дарвин. А это значит, что где-то в этих краях ему пришла в голову идея о человеческой эволюции. Ну ладно, у него была своя работа, у меня своя. А мне сейчас нужно найти племя Ибан. Там последняя буква «Н», если что. Это я сейчас для цензурной комиссии говорю. Ибан. Ибан. Вон босс мой. Мужик оказался самым нетерпеливым боссом в мире. Бегом! Бегом сюда! 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 Сидой, 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 сидой! Сидой, сидой! Рус-славия! Рус-славия! What is your name? Вейт! My name is Вейт, Вейт, Вейт. Вейт. От слова «ждёшь». Вот что ты стоишь и ждёшь. На, босс! Какой ты упитанный. В тебе столько мяса, что можно накормить целую деревню. Когда я узнал, что племя Ибанов раньше было каннибалами, мне сразу стало не по себе. Но, как оказалось, они уже сто лет не едят людей. Бывает, конечно, в глубинке съедят туристов. Но мы тут цивилизованные. Ты не волнуйся. Я с опаской поинтересовался, что же меня ждёт за работа. Вместо ответа босс потащил меня к кучке музыкантов. А, так вы танцоры! Короче, я понял, ребят, впервые за два сезона У меня сегодня будет творческая работа. То есть я буду просто танцевать, а мне за это будут платить деньги. Кстати, это очень древнее племя. Они относительно недавно, ещё 200 лет назад, людям отрубали головы. А сейчас ими вертят под музыку. У Ибанов есть целый театр танца. Очень популярный. И я сегодня стану частью их трупов. К этой репетиции нужно относиться максимально от песта, потому что уже через 40 минут у меня выступление перед залом. Да, да. Основной элемент – танец с шестом. Но не с таким, как у нас танцуют девушки в клуб. Шест символизирует камнё. А вы говорите, украина – мои таланты. Кстати, раньше, во время танца, ещё и курили малайзийскую трубку мира со всевозможными травками. Видимо, благодаря травкам и были придуманы некоторые элементы танца. Кстати, узнал интересный факт. Вот это очень жёсткое племя. Раньше, если парень не хочет жениться на девушке, он должен в семью женщины принести отрубленную голову врага. Если он этого не сделает, то на нём никто не женится. Он такой никому не нужен. Как-то боксёр Холифилд сказал, что полчаса танцев изматывают сильнее, чем 12 раундов против Майка Тайсона. И я с ним солидарен. Фу, действительно устал. Это вам не ночной клуб. Здесь придётся немножко попотеть. Едва я успел освоить основные движения, босс заявил, что пора двигать в театр. Всё, на концерт идём. Времени уже нет. А можно перед выступлением коньячка? Нет? Мы репетировали всю дорогу. Настроение у меня было отличное, пока я не попал в гримёрку театра. Так получилось, что в этом театре большинство мальчиков не очень традиционная ориентация. Я просто не понимаю, для меня это загадка. Почему продюсеры дали работу эту именно мне? А? Ребята, если что, я не из этих. Не из танцоров. Понятно. Как так получилось, что бывшие людоеды и могучие воины начали подводить глазки и красить губки? Чёрт его знает. Но факт остаётся фактом. Мне, как новоиспечённому танцору, пришлось покориться традициям. Такая себе, прости господи, Руслана Ханумак. Слава богу, что хоть маникюр не сделали. Чуваки, нахуй, я слажу, она хрустит. Моя первая попытка покорить бамбуковую лестницу не увенчалась успехом. Пришлось слезть, укрепить леса и снова приниматься за работу. Есть, босс, лови. Отлично. Вот она. Ещё одна. Пока я сбивал гнёзда, босс рассказал мне кое-что весёлое. Оказывается, то, чем мы занимались, не совсем легально. Разрушать гнёзда диких стрижей запрещено. Если поймают три года в тюрьме, гарантированно. Легальный бизнес – разводить стрижей на специальных фермах. У босса есть такая ферма. Но в этом году, так сказать, не урожай. Вот и пришлось нарушать закон. Ох, подустал я уже, что ты, если честно. Ну что, босс, я тут тебе сегодня нормально так денежек понасобирал. Давай теперь мне денежку. А это только половина работы. Гнёзда нужно подготовить перед продажей. В жизни не поверите, куда меня отправили. На фабрику гнёзд. О, привет, малой. А где босс, где начальник? Тебя базар фильтровать не учили? Я твой босс. Пошёл батрачить. А, простите, пожалуйста. Я ж не знал, что вы такой молодой уже босс. Андрей меня зовут. Мой новый босс оказался внуком Джафри. Такой вот семейный бизнес. Шеф выдал мне халат. Let's go. И провёл в лабораторию. Твоя задача – очистить гнёзда от перьев и помёта. Грязное гнездо рестораны не купят. Первым делом гнездо нужно размочить в воде. О, видите? Стало эластичное. Теперь с ним можно работать. Работа несложная, но дико однообразная и скучная. В процессе очистки гнёзда разрушаются. Их затем нужно восстанавливать, чтобы, так сказать, придать товарный вид. Чем я сейчас и займусь. Для этого у меня есть такая вот формочка. Чистые гнёзда осталось высушить под вентилятором. Фух! Это был финальный этап моей работы. Ну что ж, пришло время получить денежку. Фос, ну я закончил работать. Как бы, как вы думаете, что после работы делает работодатель своему подчинённому? Мне заплатили 20 долларов. 5% от розничной стоимости гнёзд, которые я собрал. Спасибо за деньги, спасибо за работу. Удачи вам в вашем нелёгком деле. Берегитесь змей, пауков и вот этих, как их называют? Скорпионов сюда был. Но у меня для вас подарок. Осталось только подарить футболку от нашего прекрасного спонсора. Тут есть всё, да навык больше. Вот это заработок! 20 баксов! Андрюха красавчик! Сможет ли Русик заработать больше? После грима меня нарядили в традиционный костюм. Пора было на сцену. Зрители уже собрались, ни много ни мало 500 человек. Но оказалось, мой номер не первый. Сначала местный суперстар должен был разогреть толпу. Первым номером был самый странный танец в мире. Чувак зубами поднимал 20-килограммовую ступу. Ещё был мастер-класс, как нужно пулять из бамбуковых палок дротиками. И, наконец, мой выход. Встречайте! Босс Ждун и Руслана Прекрасная! Мы танцевали целый час. Сначала сами, потом пригласили девушек из зала. Танец с гостями, кстати, символ того, что ибаны больше не кушают людей и открыты для дружбы. Зрители, короче, были в полном восторге. Когда концерт закончился, был уже поздний вечер. Ну что, босс, суперстар справился со своей задачей, да? Кстати, сегодня я получил не зарплату, как всегда, а гонорар, друзья. И он, кстати, не очень-таки маленький, как для не актёра театра, а как для танцора театра. Пять долларов за танец. Это, наверное, самый позитивно заработанный день. Если вы мне подарите эту одежду, я вам подарю, босс, вот эту одежду. Розетка, тут я все, та на ведь бирже. Не кассета, а розетка. СМЕХ 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 Что ж, неплохо. Как считаете, на что хватит ребятам этих денег?